Для лиц старше 16 лет Можно точно сказать, что сейчас Жанр комиксов в индустрии развлечений Вышел на совершенно новый Супер популярный уровень Бескрайний мир графических романов Который уже не один десяток лет Является неотъемлемой и хайповой Частью поп-культуры В последние годы получил обширное подкрепление В виде супергеройского кино Самые известные герои и сеттинги Всех мастей сбиваются в целые Киновселенные, собирают миллиарды В прокате, а получить место В экранизации очередной книжки с картинками Мечтают самые именитые звезды Голливуда А что же с игровой индустрией? Здесь ситуация пока выглядит Намного сложнее, чем с кино Такой лакомый с виду кусок пирога Зачастую оставался пресным И каким-то недопеченным, что ли? За некоторым исключением В нашем сюжете мы расскажем О действительности инкарнации комиксов На ПК и консолях Обсудим самые удачные проекты И оценим перспективы супергероев В непростом деле покорения игровой индустрии Студия Telltale уже давно зарекомендовала себя Как поставщика первоклассного интерактивного кино На основе самых популярных сеттингов современности От Назад в будущее до Игры Престолов Однако особый успех чувакам Принесли адаптации популярных комикс-вселенных Тут были Ходячие мертвецы и Фейблс Но если говорить именно о супергероике как таковой То Telltale преуспели и здесь Речь идет о двух проектах Которые были созданы на основе Крайне популярных вселенных Бэтмена и Стражей Галактики Обе игры выглядят вполне стандартно для Telltale Здесь тебе и стилизованная под комиксы графика И закрученный сюжет И отлично раскрытые персонажи В общем, все, за что мы любим развлечения подобного толка Тут можно вдоволь переживать за героев Наблюдать за хитросплетениями сюжетных линий И, разумеется, принимать важные и судьбоносные решения Которые в итоге влияют на дальнейшее развитие событий Но, как ни крути, проекты от Telltale сложно отнести к разряду типичных игр о супергероях Да и вообще типичных игр Здесь ты наблюдаешь всю историю В основном со стороны, время от времени принимая участие в происходящем И, невзирая на обилие клевых и здорово поставленных экшен-моментов Не покидает ощущение, что смотришь большую кат-сцену, где твое участие довольно косвенно Ничего не поделаешь Закон жанра Невзирая на это, истории вышли совершенно отличными и заслуживающими внимания Серия о Бэтмене уже завершена и можно поиграть во все пять эпизодов А вот Стражи Галактики от Telltale только набирают обороты Совсем недавно вышла вторая глава Ну, а окончание этого яркого космического водевиля стоит ждать в течение остатка 2017 года Впрочем, оно того стоит От интерактивного кино перейдем к жанру, который в последнее время начинает обретать все большую популярность В файтингах на основе комикс-вселенных Здесь, как и везде, ситуация обстоит не лучшим образом Реально достойных проектов днем с огнем не сыскать Но время от времени солнце все же проглядывает сквозь тучи Несомненно, одним из самых олдовых и авторитетных замесов супергероев Можно считать угарную файтинг-серию Marvel vs Capcom Которая известна любителям развалить кабину уже довольно давно Суть этого действия в том, что однажды уважаемые самураи из Capcom Угорели и решили запилить один из самых неожиданных игровых кроссоверов в истории видеоигр Рецепт оказался очень простым Уже распиаренных персонажей своих игр, типа Street Fighter или Mega Man Японцы столкнули лбами с не менее хайповыми супергероями Marvel Получился довольно-таки задорный замес, в котором Капитан Америка лупил Рию, а Веном наваливал Морриган Вышло весьма забавно и куча продолжений не заставили себя ждать А на прошедшей Е3 нам показали уйму интересностей касаемо грядущего проекта в этом довольно прикольном сеттинге Marvel vs Capcom Infinite Новая глава мордобойной игры заставит объединиться супергероев Marvel и хедлайнеров Capcom против гибрида Альтрона и Сигмы По пути собрав Камни Бесконечности, чтобы в 100 миллионный раз спасти человечество от истребления Только вдумайтесь, Железный Человек плечом к плечу с Данте раздает лещей Таносу, а потом Халк с Мегаменом Ну вы поняли Выглядит все в высшей степени задорно И очередной акт бойцового супергеройской пьесы состоится совсем скоро, уже 19 сентября этого года Заслуживает ли это все внимание? Несомненно, ведь такого развеселого кабаре вы не увидите больше нигде Пожалуй, не будем далеко отходить от файтингов Ведь если что-то клевое есть у Marvel, DC Comics просто обязаны дать достойный ответ Ну или наоборот В общем, вы поняли Как вы успели понять, на фронте файтингов у DC тоже есть мощный боец Речь идет о восхитительной теперь уже серии Injustice Которая совсем недавно обзавелась второй частью И если у Marvel все такое яркое и мультяшное То, как и бывает в противостоянии большой двойке мира комиксов У Бэтмена и компании все получилось мрачнее, жестче и серьезнее История о съехавшем с катушек Супермене Изобилует кровавыми нюансами, жертвами, паникой, предательством и драмой А еще можно честно сказать, что Injustice щеголяет, наверное, самой мощной сюжеткой в истории файтингов Обе части поданы как целостная история с крутым сценарием и диким накалом страстей Маэстро файтингов Эд Бун и его Незерел сделали невозможное и наполнили такой простой жанр Настоящим шиком киноблокбастеров со всеми вытекающими Ну и не сюжетом единым живет серия Injustice Геймплей обеих частей очень динамичен, все смотрится мощно А вторая часть разнообразила и еще сильнее облагородила все это действо Играть в такой файтинг одно сплошное удовольствие И здорово, что такое чудо случилось именно с сеттингом DC Comics Игры такого класса, да еще и о супергероях, человечество видит нечасто, уж поверьте Кстати, если говорить о серии Injustice и ее связи с графическими романами То здесь именно игра породила супер успешную серию комиксов А не наоборот А это что-то да значит Файтинги это, конечно, хорошо Но вот как обстоят дела у супергероев с классическими экшен-играми Ведь экшен это именно то, чего многие ждут от игр по комиксам И желательно какого-нибудь стильного, модного и молодежного героя в главной роли Например, Человека-паука Скажем честно, ситуация у дружелюбного соседа с компьютерными играми обстоит неважно Подавляющее большинство сольных проектов о приключениях Паучка Выглядит либо таким себе придатком к такому себе фильму Либо просто лютым проходником Но минувшая Е3 снова вселила надежду в поклонников Человека-паука Ведь полновесный анонс грядущей Marvel Spider-Man выглядел более чем шикарно Просто тонна экшена, потрясающие возможности, динамика, скорость Все, что мы любим в историях про Паучка, обещает быть на месте Спайди творил со своей паутиной просто невообразимые вещи Лихо наваливал неприятелям А уж сцена погони за вертолетом и ее развязка Это просто шедевр Конечно, многие начали сетовать на то, что самые крутые моменты были заскриптованы В движениях Паучка есть некое однообразие и бла-бла-бла Прочь занудство Показанный на Е3 ролик действительно выглядит просто мега круто и обнадеживающе В кои-то веки нас ждет реально крутая игра про Человека-паука Но смущает одно слово Экс-клю-зи Marvel Spider-Man будет доступна только счастливым обладателям PlayStation 4 Что же, именно такими козырями надо свою консоль продавать товарищу мелкомягкие А не кучу иксов в название запихивать Человек-паук — это, конечно, хорошо Но тут пока только анонсы и обещания А если вы хотите уверенности и готовности продукта уже сейчас Добро пожаловать в Готэм Где царствуют беззаконие и криминальные ужасы С которыми стойко сражается Бэтмен Темный рыцарь DC Comics Если говорить об инкарнациях этого героя в компьютерных играх То положение дел у Бэтса примерно такое же, шаткое, как у Человека-паука Но есть одно веское «но», которое в свое время уже сказали мужчины из Rocksteady Studios Всей игровой общественности Подарив индустрии великолепную серию Batman Arkham Этот проект длиной в четыре основных игры Доказал всем, что игры про супергероев могут и должны быть крутыми Начиная с самой первой части Arkham Asylum Стало ясно, что здесь все очень серьезно Мощные сюжеты, отличный разноплановый геймплей Просто десятки героев и злодеев вселенной Бэтмена И много фишек и нюансов, которые люто доставляет фанатам Темного рыцаря Например, сюжет к той же Arkham Asylum писал Пол Динни Который работал над целой уймой комиксов И просто потрясающим сериалом Batman Animated Series Актеры озвучки — это вообще отдельная гордость серии Arkham Тут тебе и Кевин Конрой, озвучивший Бэтмена И Марк Хэмилл в роли Джокера Признанные фанатами и настоящими эталонами своего дела Все это некисло добавляет атмосферы самим играм Да и фансервис — штука очень важная Да, у заключительной части Batman Arkham Knight были весомые проблемы на старте Но в итоге все более-менее пофиксили А игра совершенно заслуженно получила свои высокие оценки Batman Arkham — это тот нечастый случай, когда игра про супергероев Не выглядит хромой подделкой с целью зашибить еще больше бумажек с президентами Эта серия — практически эталон игры по комиксам Мощная, крутая и совершенно самостоятельная сага Об одном из самых популярных героев современности Отличное исключение из не самых радужных правил Можно сказать, что индустрия комиксов и сопряженные с ней явления движутся по спирали Сначала кино про супергероев выглядело как зачастую невнятный придаток к графическим романам Ну, с фильмами вроде бы разобрались и научились делать их достойными первоисточникам Теперь пришла пора браться за игры Ведь в эпоху, когда комиксы переживают уже примерно десятую и очень яркую молодость Самое время выходить за рамки бестолковых поделок, которые выдают в кинотеатре в нагрузку к ведру попкорна Рассмотренные сегодня примеры очень хорошо доказывают, что у супергероев в играх есть очень перспективное, но пока в основном будущее И это очень радует Будем надеяться, что эпоха шедевральных игровых комиксов потихоньку встает на нужные рельсы И отправляется в страну всеобщего признания и тотального хайпа А с вами был канал Гомоноид, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин